Помогите мне! Скажите, пожалуйста, кто работает над программой ваших выступлений? Или же она, как сегодня на концерте, живой звук, живое воспроизведение, живой концерт? У нас живой концерт, я всегда говорю в начале наших выступлений, потому что ни один наш концерт не похож на предыдущий. Он все время разный, он формируется и растет сам. Вот у нас часто были такие случаи, когда нравится песня, потрясающая, мы берем, делаем, и она не идет. Вот мы чувствуем, отдачи нет. С другой стороны, вот сколько было случаев, когда я говорю, я не буду это петь, один раз спой, я пою какую-то песню один раз и понимаю. Вот полный контакт, зал, в следующий раз эту песню уже просят. Поэтому этот концерт, он формируется сам. Ну как сам? С нашим воспроизведением, с восприятием тех людей, которым в гости мы приехали. Могу сказать, что ни один наш диалог не был написан, ни каким режиссером, ни сценаристом. Мы, конечно, какие-то вещи повторяем. Это родилось прямо на концерте. Сегодня такое было лирическое настроение. Конечно, радости сегодня было очень много, когда вы видели, зал пел «День Победы», все вместе, все с нами сломались. Ветераны, я просто не могу спокойно смотреть на ветеранов. Я сразу прадеда вспоминаю, сразу тех, кого я застал, кого я знаю по фотографиям, кто были на фронте, кто воевал. Это потрясающие люди. Даже дедушка мой, он не воевал, он дитя войны. Ему было 9 лет, когда война началась. Дядя Леня, дитя войны, совсем маленький был, ребеночек. И вот они иные, они другие. Это такое счастье, что они есть у нас. Это нужно ценить каждую секунду общения с ними. Ваша дочка много времени проводит с прадедушкой? Маша и мой дедушка, то есть ее прадедушка, это, наверное, лучшие друзья. Вот большее какое-то взаимопроникновение, взаимопонимание я не встречало. Ну, дедушка, естественно, он все через восхищение своей правнучкой. Он плачет постоянно. А мы еще любим, ну, это надо знать нашу семью, мы очень любим делать друг другу сюрпризы, неожиданности, подарки. Мы однажды приехали без предупреждения. И мы пришли, я говорю, Маша, тихо, мы сейчас сделаем сюрприз. Дедушка не знает, что мы приехали. И вдруг выходит дедушка, так выходит и идет на кухню. И мы так раз и замерли. А дедушке сейчас 87 лет, мы это сделали. Нельзя в этом возрасте так пугать. И он так идет, глянул, развернулся, ушел в комнату. А он подумал, что у него... Выходит обратно, мы стоим. Я говорю, ну, давай, Машка, давай. Она говорит, дедушка! Он говорит, ой, слушайте, я думал, все. Я тогда, ну, ку-ку, поехал уже. Но это было очень хорошо. И он сразу, Маша, Машенька, такая любовь. И Ванька, ну, Ванька маленький еще, три годика. Ну, он так на дедушка похож. Ну, они просто копия. Мы хотели ей сказать такими простыми житейскими словами. Еще чуть-чуть, и ты вырастешь, Маша. Зуб вырастет новый, куда он делится. И станет вкусной невкусная каша, Хотя ее вкус никогда не изменится. Такой парадокс, ты скоро поймешь это слово, И немного другого поймешь постепенно. И звезды появятся снова и снова, И наши пройдут по луне непременно. Станет мир с людьми и крашем, Будет легче жить тебе и мне. Улыбаемся и машем, Видишь, Маша, наша на луне. Я своего прадеда, ну, как, я немного его знал. Там у него тоже такая жизнь была. И всю войну прошел, и в 44-м контузию получил. И там три похоронки прабабушка получила. Три похоронки. И в итоге дождалась его, Сняла с эшелона полностью парализованного, Там, вопреки всем правилам, Там, уговорила начальника эшелона, Выходила. И он еще меня воспитывал. Но вот эти вот моменты, Я, конечно, совсем малой был. Я не понимал, что, как. Я там бегал, убегал от него. Он так не мог меня догнать. Меня это очень веселило. Я помню, я бегал там, Прятался в домик у нас во дворе, В Пензе, когда он приезжал. Они жили в Свердловске, в Екатеринбурге. Сейчас в Екатеринбург, тогда был Свердловск. Вся семья туда была эвакуирована, Кроме мужчин, которые все ушли на фронт. Вот. Женщины с детьми туда, в Свердловск, Были отправлены. И вот я помню, он бегает за мной, Только ругается, Но как-то не по-настоящему ругается. Как-то так вот. И меня это очень веселит. И вот, конечно, то, что я ем, Вот так. Я не могу оставлять в тарелке ничего. Крошки собираю. Это именно то время, это то воспитание. Это не воспитание, Это просто личный пример. Я помню эту историю, Как он мне рассказывал, Что вот он собирает крошки, И говорит, вот сколько людей работало, Ради того, чтобы мы с тобой съели этот кусок хлеба. У меня это просто вот отпечатано От своей пензенской квартирки, Где я родился, где я рос. Я до сих пор, я не могу. Это какое-то преступление выбрасывать хлеб, Даже не хлеб, а вот эти крошки. Это очень важно, Общение с таким поколением. Чем дальше от войны, Тем больше забывается. Мы каждый день, Все равно на своей войне. На своей. Вот я там каждодневно, Даже на сцене, Пилю свою жену, Затыкаю там ей рот Всеми возможными способами. Да, иногда моя жена говорит много, И говорит много лишнего. Ну вот, а что мне стоит промолчать, А что мне стоит там, Ну, как-то более снисходительным быть. Это тоже какая-то мини моя война. А что мне стоит, Когда меня подрезали на дороге. Пустяк, да, пустяк. Не материться и не догонять его. А, да просто перекрестить вслед. Хочется призвать всех к размышлению И к тому, чтобы к себе приложить Какие-то вот эти вот великие, Действительно великие вещи. Что ты смотришь? Хорошо говоришь. Какое впечатление от сегодняшней публики? Вы как внимательно слушали все. Внимательно слушали и поразило, Что же просили песни, Которую мне никак. То есть, ну, песня, она еще выйдет только в конце мая, А женщина попросила ее спеть. И вообще, Вы чувствовали, какая тишина была в зале? Вот каждое слово, каждый звук Люди впитывали. И это такая отдача. Вот я сейчас летаю здесь. Просто летать. Сутки, двое вот после этого концерта. Именно из-за, Во-первых, очень интеллигентные, Очень интеллигентные зрители. Глаза. Вот люди, которые подходили после концерта. Ну, это такой генофонд. Генофонд такой здесь, генофонд. И я вот у людей спрашивала, Откуда? Что-то, как у меня девочка сегодня делает прическу. Какое вы делаете прическу? Мне красиво, как вы здорово. Вот перед концертом. Она так меня уложила, Причем она сделала и современные, И в стилистике военных лет. Вот эти прядочки мне выкладывала. Я говорю, какая же вы талантливая? А вы откуда? А вы с ней все равно говорит, Ой, это же не знаете, Такая деревня, глухая, глухая. Мы там вообще там вот... Я говорю, как это деревня? Откуда? Она говорит, ну вот я сама училась. А красавица невозможная. Я вообще сейчас погнула, Я ее увидела, Думала, какая-то красота невероятная. Он говорит, ну вот я сама. У нас очень талантливые люди. А знаете, когда спросили про концерт в самом начале, Вот Антон саму главную вещь не сказал. Этот концерт формируют наши талантливые зрители. У нас огромное количество всего, Вот так как песен, да, как Антон говорит, Наши зрители сформировали фактически наш репертуар, Сформировали стилистические направления, В которых мы работали. Сформировали, ну даже то, как мы выглядим, Наверное, вот это формируют наши зрители. Они все соучастники. И я помню, как-то даже написала, И поблагодарила зрителей. Говорю, ВК, вот вы всеми своими талантами, Питая нас вот все эти 10 лет существования нашего концерта, Сформировали так или иначе. И так, как мы поем. Потому что, понимаете, когда тебя слушают внимательно, Человек думает вместе с тобой об этой песне, Он даже звук тебе формирует. И подачу твою формирует. Как ты будешь смотреть? Нет, ты не можешь фальшивить. Ты не можешь, когда зритель настолько откровенен, искренен с тобой, Ты не можешь, ты можешь работать только абсолютно откровенно, Абсолютно честно. И вот я хочу сейчас поблагодарить зрителей Сегодняшнего концерта Именно за то, что мы сегодня очень много взяли для себя. Я думаю, что в ближайшее время мы сюда приедем с нашим полным, Большим живым концертом. Вечером вас ожидает экскурсия на предприятие. Чего вы ждете и как вы вообще себе это можете представить? Вот откровенно. Самое главное, я хочу, чтобы мы все отели, спустились и сделали селфи. И выложили это в инстаграме. Какой человек, понимаете? Люди посмотрят. А на мир надвигается, словно потоп виртуальный цунами. Про что я пел, женщина. Ух ты, ребята, я такую вообще... Светите туда, туда. Светите туда, все туда, развернитесь, включите фонарики. Они все с тебе надо. Вот это да. Екатерина, на сколько метров мы вниз едем? 312? Я вот не сторонник. Фотографироваться с детства не люблю, представляете? Мне вот как-то так меня Господь привел в профессию, где мне все время вот камера и в лицо. Я вот с детства никогда не любил фотографироваться. Вот так вот для смирения, для того, чтобы научился терпеть. И жену такую же мне, кстати, Господь, для смирения. А тебе мужа такого же, ну терпи. Тяжело ли находиться... Ну, вы работаете вместе, вы еще и... Продюсер и главный помощник. Вы живете вместе, вы воспитываете детей вместе. Находитесь вместе, вот я не знаю, 48 часов в сутки. Тяжело ли это? У нас изначально такая ситуация получилась, что вот, я говорю, два совершенно разных человека вот так вот переплелись и все. И вот... По пьянке закрутилась, вот и не выпутывайся. Ну вот нам, конечно, иногда, ну так, эмоции зашкаливают, и трудно сдержать какие-то порывы, какие-то слова, какие-то, ну вот я не знаю, проявления. Продюсер, да, но нам гораздо труднее быть порызем. Мы же друг другу высказываем какие-то вещи не со зла. А только из-за желания того, чтобы было лучше, чтобы эта женщина мега талантливая, чтобы она отбросила какие-то свои там заморочки, комплексы там, или какие-то вещи, и вообще заблестала. Ну, про меня-то вообще, да. Мы когда познакомились, я пришел к друзьям, они говорят, ну что, как ты там... Я говорю, ты так потрясающе, я с такой, познакомился, ну невероятной какой-то девушкой, одна проблема есть. Какая? Она думает, что я Бэтмен. То есть, вот, 19 лет прошло, она до сих пор считает, что я какой-то Супермен, Бэтмен. То есть, ну, разубедить никак не получаю. Это же хорошо. Она делает какие-то такие планки ставит, что, ну, мне дотянуться невозможно. Ну, я же прыгаю, все, я же прыгаю, и какой-то рост происходит. Поэтому, конечно, конечно, мы друг другу необходимы. Просто необходимы. Когда мы поняли, что вот критический момент у нас был год. Вот эта притирка, это, говорят, самый лучший период, вот этот конфетно-букетный, да, первый год, это вот этот... У нас самый страшный год. Самый страшный. Ни за какие ковришки, ни за какие там обещания или еще что-то. Я не согласился бы вернуться в тот самый первый год. С каждым годом все больше и больше стираются вот эти вот грани, гордыни, которые нам мешают жить, которые не позволяют нам любить. Любить по-настоящему. Потому что любовь, это не когда мне, а когда я. Вот насколько я готов себя отдать, вот насколько я люблю. Мне кажется, я тебя по-настоящему люблю. Слышу, лису, машин, летящих мило, слышу, чуть тише сердце звучит. Может быть, не буду забросить то, что получается, я о любви твоей не знал. Может быть, да твой вопрос, зачем все это? Я отвечу просто сердцу, подсказал. Это на нас. Это на нас история. Счастье нова, а не горе. Это на вас. Один человек спорил с моим знакомым, а мой знакомый Иродьяков. Из строльц-сергиевой лавры. Дьяков, священнослужитель. И знакомый прям вот рубака такой, боец, говорит, ну вот смотри, солдаты в бой шли. Разве они не матерились? Разве они не кричали? Да я тебя. И тот ему ответил, ну-ну. Конечно, были такие, но многие шли. Со славами Господи, помилуй. Потому что за своих защищаю без ярости, но с пониманием, что если я не остановлю, я не смогу защитить. Песня «Доченька» написана на иврите. Скажите, пожалуйста, о чем она? Это безумно красивая песня. Она трогает, и без перевода она трогает. От нее становится тепло. О чем она, и почему именно иврит? Дело в том, что, как я говорила, когда наши дети родились в Иерусалиме, на Святой Земле, мне очень захотелось выучить песню на иврите, потому что до этого я перепела, наверное, на всех языках мира. Я очень любила петь на всех языках. У нас в программе всегда звучит песня, примерно, на уйгурском языке. Песня из уйгурского альбома Мурата Насырова. Во мне много кровей. У меня восемь кровей. Ну, собственно, вы нашли друг друга, да? Я женился на белорусский, понимаете? Оказалось, что литовская татарка... Одна татарка, другая литовка. И так вот это все перемешалось. И когда 4,5 года я прожила в Израиле, ну, конечно, как я могла не оставить такое следственное творчество, как... Иврит — это же вообще совершенно чудесный язык. Иврит — это язык настолько богатый, настолько интересный. Я вам больше скажу, что, например, вот эта песня, в стилистике песен, песен царя Соломона... Иврит — это все перемешано. Иврит — это все перемешано. Перевожу дословно, да, вот на сказательной форме. Например, рождение девочки. Разлился запах гранатового дерева от Иерихона до гор, да, то есть как... То есть это, как... Представляете, вот рождение девочки. То есть такой аромат разлился по миру. И основные слова там — «Мое сердце умирает от любви к тебе». Мое сердце умирает от любви к тебе. И потом, когда провожает в ночь, уже мама девочка, еди и невеста, наступает ночь. То есть до последних слов. Это удивительно, ведь я пою на еврейте, я не использую там даже ни строчки перевода на русский язык. И где бы мы ни пели эту песню, все люди понимают, о чем она. Люди понимают, люди плачут. Действительно, вот от момента рождения девочки, до этого момента, как «мама выдает, я саму ж». И в этой песне три названия. «Кранатого дерева. Невеста. Доченька». Спасибо вам большое. Очень приятно было видеть вас в нашем городе. Очень приятно было с вами пообщаться. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Спасибо. До скорой встречи. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова